Добрый день, уважаемые взрослые и юные читатели! Согласитесь, в канун Нового года всем хочется чудес. Конечно, это предвкушение чего-то невероятного тянется и с детства, а в детстве чудеса могут случиться в любое время года и появиться даже из обычной спичечной коробочки. Именно это и произошло с главным героем рассказа Виктора Драгунского «Он живой и светится». Кстати, этому произведению в текущем году исполнилось 60 лет. Послушайте его. Однажды вечером я сидела во дворе возле песка и ждала маму. Она, наверное, задерживалась в институте или в магазине, или, может быть, долго стояла на автобусной остановке. Не знаю. Только все родители нашего двора уже пришли, и все ребята пошли с ними по домам и уже, наверное, пили чай с бубликами и брынзой. А моей мамы все еще не было. И вот уже стали зажигаться в окнах огоньки, и радио заиграло музыку, и в небе задвигались темные облака. Они были похожи на бородатых стариков. И мне захотелось есть, а мамы все не было. И я подумал, что если бы я знал, что моя мама хочет есть и ждет меня где-то на краю света. Я бы моментально к ней побежал, а не опаздывал бы и не заставлял ее сидеть на песке и скучать. И в это время во двор вышел Мишка. Он сказал «Здорово!» И я сказал «Здорово!» Мишка сел со мной и взял в руки самосвал. «Ого!» – сказал Мишка. «Где достал?» «А он сам набирает песок?» «Не сам, а сам сваливает?» «Да, а ручка?» «Для чего она?» «Ее можно вертеть?» «Да?» «А? Ого!» «Дашь мне его домой?» Я сказал «Нет, домой не дам. Подарок. Папа подарил перед отъездом. Мишка надолся и отодвинулся от меня. На дворе стало еще темнее. Я смотрел на ворота, чтобы не пропустить, когда придет мама, но она все не шла. Видно, встретила тетю Розу, и они стоят и разговаривают, и даже не думают про меня. Я лег на песок. Тут Мишка говорит «Не дашь самосвал?» «Отвяжись, Мишка!» Тогда Мишка говорит «Я тебе за него могу дать одну гватемалу и два барбадоса». Я говорю «Сравнил барбадос с самосвалом». А Мишка «Ну, хочешь, я дам тебе плавательный круг?» Я говорю «Он у тебя лобнутый». А Мишка «Ты его заклеишь?» Я даже рассердился «А плавать где?» В ванной, по вторникам. И Мишка опять надулся, а потом говорит «Ну, была не была. Знай мою доброту, на!» И он протянул мне коробочку от спичек. Я взял ее в руки. «Ты открой ее», – сказал Мишка, – «тогда увидишь». Я открыл коробочку и сперва ничего не увидел, а потом увидел маленький светло-зеленый огонек. Как будто где-то далеко-далеко от меня горела крошечная звездочка. И в то же время я сам держал ее сейчас в руках. «Что это, Мишка?» – сказал я шепотом. «Что это такое?» «Это светлячок», – сказал Мишка. «Что, хорош, он живой, не думай!» Мишка, – сказал я, – «Бери мой самосвал, хочешь?» «Навсегда бери, насовсем. А мне отдай эту звездочку, я ее домой возьму». И Мишка схватил мой самосвал и побежал домой. А я остался со своим светлячком. Глядел на него, глядел, и никак не мог наглядеться, какой он зеленый, словно в сказке. И как он хоть и близко, на ладони, а светит, словно издалека. И я не мог ровно дышать. Я слышал, как стучит мое сердце, и чуть-чуть кололо в носу. Как будто хотелось плакать. И я долго так сидел, очень долго. И никого не было вокруг. И я забыл про всех на белом свете. Но тут пришла мама. И я очень обрадовался. И мы пошли домой. Когда стали пить чай с бубликами и брынзой, мама спросила, – «Ну, как твой самосвал?» А я сказал, – «Я, мама, променял его». Мама сказала, – «Интересно, а на что?» Я ответил, – «На светлячка. Вот он, в коробочке живет. Погаси-ка свет». И мама погасила свет. И в комнате стало темно. И мы стали вдвоем смотреть на бледно-зеленую звездочку. Потом мама зажгла свет. «Да, – сказала она, – это волшебство. Но все-таки как-то решился отдать такую ценную вещь, как самосвал, за этого червячка. Я так долго ждал тебя, – сказал я. И мне было так скучно. А этот светлячок, он оказался лучше любого самосвала на свете». Мама пристально посмотрела на меня и спросила, – «А чем же? Чем же именно он лучше?» Я сказал, – «Да как же ты не понимаешь? Ведь он живой и светится». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!